Здравствуйте, меня зовут Анна Пут. В детальном расписании вторник записан как День Отцов и Детей. Так что вопросы воспитания сегодня обсуждаем с нашими уважаемыми гостями, директором Красноярской высшей школы борьбы Дмитрием Медиашвили и его внуком Сандро. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Дмитрий Георгиевич, начну с вас. Не могу не спросить у вас, вы лично довольны ли результатами последнего турнира? Ну, в целом, да. Так, а в частности? Ну, а в частности, есть большие резервы, которые надо дальше реализовать, это прежде всего. Ну и что на других официальных чемпионатах соперники будут серьезные, надо к ним готовиться более серьезно. Поэтому это такой начальный хороший результат, но чтобы по-настоящему они стали большими чемпионами, еще надо много работать. То есть, а в перспективе можно рассчитывать на более, и нужно рассчитывать на большее количество медалей? Да, конечно. Дмитрий Георгиевич, скажите, а вот в борьбе какие есть средства, которые призваны улучшить результат? Есть такое? Вот здесь говорили про разные технологии, говорили там и про материалы, и про допинги какие-то, да? Ну, не только даже допинге, про все что угодно. Вы как тренер, что скажете? Что нужно сделать, чтобы результат у вашего воспитанника был лучше? И лучше, и лучше. Ну, во-первых, надо хорошо распознать ученика, для чего его мама родила, его внутренние ресурсы на научной основе, какие у него данные, понимаете? Это самое главное, для чего он родился, что он может. Вот это очень важно. А потом в этом его убедить, что он это может сделать. Ну, и следующее, конечно, правильная методика, правильная методика обучения и совершенствования. Там много разных составляющих, так что вот эти, мы борцы не приемлем, вот эти допинги, там, средства разные. У нас средства одно, проявить спортсмена талантливого, а потом реализовать этот талант на практике. Я вас правильно поняла, да, что зачастую мы сами не знаем свои возможности? Конечно. Зачастую. Почти 70-80% ребята, они не знают, и очень трудно, каждый день об этом только беседующий. Они не знают, что могут они сделать, понимаете? И поэтому есть тренер, поэтому есть ученый, чтобы его убедить в этом. Со всеми вашими воспитанниками такое было? Или кто-то из знаменитых наших олимпийцев? Со всеми. И с Иваном Покоином, и с Виктором Алексеевым, и с Буасаром Саитиевым, и со всеми. Потому что только каждый из них по-разному. Один больше верил, другой меньше верил. Но в полной мере, что человек может, никто из них не верил в это. Ну что же, наши агенты узнали, а какие, собственно, рекорды ставятся в вашей семье. Наша традиционная рубрика подсмотрели. Этого гражданина каждый в нашем городе знает в лицо. Потому что он – Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. Уникальная личность. Чтобы перечислить все его титулы и регалии, не хватит, наверное, и программы деталей. Смотрите легендарные кадры из архива СТС Прима. Раскрываем секреты воспитания будущих Иванов-Ерыгиных. На тренировке спортсмен должен менять 3-4 майки. Вот тогда это работает. Вот тогда это работает. Парк должен от вас идти. Парк. Настоящий дух. Да, лучший тренер 20-го века строить умеет. Построил в Красноярске кузницу чемпионов мира по вольной борьбе. Но ее отец-основатель только в спортзале строгий. В жизни добрейшей души человек, заявляют знаменитые ученики Миндиашвили. Дедушка для всех. Мы его так и называем. Даже где-то не Дмитрий Георгиевич, а дедушка. Вот. Ему это нравится. Еще бы. Наш герой знатный семьянин. У него 3 дочки, сын и 8 внуков. Например, на этой раритетной пленке родственники запечатлены за увлекательным грузинским занятием. Обратите внимание на малыша. Дедушкин любимец Сандро. Сегодня он уже джигит. Любит резаться в компьютерные игры и мечтает играть на сцене. Я, говорит, в Голливуд поеду. Я говорю, куда это ты собрался, друг мой? Вот. А оказывается, он по-тихому у нас тут роли учит. Он король у нас в «Золушке». Спектакль «Золушка». Родители еще в ожидании премьеры, а наставник Сандро по вольной борьбе уже отмечает актерские приемы. Как-то раз я с Дмитрием Георгиевичем так это пошутил. Я говорю, Дмитрий Георгиевич, внук регулярно, у него зеркальная болезнь. Я говорю, вот здесь вот зеркала у меня, в зеркало смотрится. Шеф говорит, но я тоже, говорит, из дома не выхожу, пока не подойду к зеркалу, не расчешусь там и так далее. Ну, в меня, наверное, пошел. Ну, друзья, мои комментарии какие-то полагаются. Все ли так верно наши агенты подсмотрели про вас? Да. Где они откопали? Сандро, ну вот сказали, что вы любимец дедушки. Вы это чувствуете? Конечно, чувствую. Ну, как? Я, конечно, не один любимец, но как всех внуков любят одинаково, как всех нас. То есть не выделяет никого? Нет, конечно. Мы все как любимцы. Это педагогические такие вот вещи, да? Никого не выделять, всех одинаково. Ну, вот как, он только выделяет, вот когда вот малыш рождается, когда он маленький, то, конечно, тогда он любит его сильнее. Ну, вы сказали, зеркальная болезнь, да, вас объединяет, любите оба в зеркало посмотреться. Что еще? Какие еще общие черты находите вы? Дмитрий Георгиевич, во внуке, да. С ним, да. Да. Что вас еще объединяет? За давашкой. Как и вы? Да. Ну, каждый человек должен себя уважать, себя любить, гордость такая. Знать себе цену. Да, да, себе цену знать, но надо людьми не возноситься. Просто знать себе цену. Достоинство. Достоинство, да. У него такое же, точно. Есть такое, да? Да, да. Это очень важное качество, чтобы оно прямо с молки. Он не по годам, так, в другой раз. Серьезно такое, знаете. Да. Это мне нравится. К нам присоединился Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Можно обращаться? Конечно. Владимир, прошу вас. Вот я хотел задать вопрос уважаемому Мендяшили. Значит, так как я тоже бывший спортсмен, и, кстати, борец, и по вольной, и по классике выступал, меня интересует, тут раньше были фамилии такие. Алексеев, Шумаков, там, Ерыгин, Поддубный. А сейчас у нас Сайкиев, там, и, ну, и прочее, прочее. А где, ребята, наши красноярцы? Спасибо. Если это вас так сильно трогает, надо прийти и посмотреть, что у нас полно и тех, и других. Ну, сегодня, допустим, преуспевают дети, завтра будут другие. Вот, если вы смотрели турнир, значит, вы видели молодой тяжеловес Иннокентий Зыков. Если вы хорошо посмотрели, Юрий Белановский, молоденький, 17-летний парень, сражался со взрослыми. Борьба, это, знаете, сложно, если вы занимались борьбой. Ну, кроме этого, вообще, спорт не знает национальностей. Спорт признает только тех, которые побеждают, которые больше всех тренируются. Вот таким образом. Так что будут у нас Ерыгины, будут у нас Алексеевы. Только надо терпение. И объективно смотреть на эти вещи. Да, и замечать все фамилии, да? Да. И все, собственно, результаты. Я тоже не Сидоров, а Миндяшвили, между прочим. Я думаю, гордитесь этим? Не горжусь, конечно, но кто-то скажет, а почему этот Миндяшвили такой все время побеждает, у него ученики, а у другого нет. Есть такие тоже. Это просто люди такие, я бы сказал, недально видные, и еще бы сказал, ну, воздержусь. Уважаемые гости, хочу сейчас вот о чем поговорить. Ну, скажите, пожалуйста, внук единственный в семье вот вашей, среди продолжателей, кто все-таки занялся борьбой? Или еще есть? Нет, нет. Два внука, Дмитрий и Александр, еще один Сандро занимались. Еще один Сандро? Да. Значит, он занимается. Да, Георгий, еще один внук. Четыре внука занимались борьбой и занимаются еще. Вот двое занимаются. Так что, единственный. Сандро, скажите честно. У нас еще есть маленький Еракли. Так, подрастающий тоже. Да, он уже борется там. Сандро, скажите, пожалуйста, ну, как вы думаете, есть у деда тайная или явная мечта сделать из вас олимпийца? Ну, конечно, есть. Ну, он меня спрашивал, хочет ли ты там стать олимпийцем? А вы? Ну, я еще точно не определился, хочу ли я стать олимпийцем или нет. То есть вы еще все... Чего, боишься? Нет, причем. Еще не решили? Да. Ну, в таком возрасте еще колебания такие? Ну, как всегда, как все. Вы будете влиять как-то, чтобы внук все-таки в борьбу направил с тобой? Конечно, буду влиять. Ну, знаете, насильно мил не будешь. Если у него есть тяга, я тогда буду ему способствовать, помогать. А если у него есть в другом призвании, тогда... Не будете препятствовать. Да. Вот сын у меня занимался, он был чемпионом России, чемпионом Сибири Дальнего Востока и так далее. Но он учился на юрфаке, закончился с отличием. Ну, мы уже видим, что у него идет... Ну, что уже в другое, да, в другое русло. Ну, отстали мы от него, стал хорошим юристом. Тоже хорошее дело? Да, да. Немножко о традициях поговорим. Правда ли, что в грузинских семьях, да, на праздник кушание готовят исключительно мужчины? По праздникам. Я вот такое слышала. Да, ну, по большим праздникам. По большим праздникам. Это что за такие большие праздники? Ну, свадьбы, например. Так. Не дай бог, там, поминки, там, ну, и так далее. То есть вот такие большие, где 100-200 человек, 800 человек за столом. Так. Конечно, женщинам тяжело такое готовить, а так всегда мужчины готовят эти. Такие вот, к таким столам. Ну, а вот в обычном быту, случается ли вам сейчас что-то самому приготовить? Любите ли? Нет, нет, ну, это, я думаю, что несерьезно, потому что у меня жена, из рук которой хочется всегда наслаждаться, есть там, и так далее, и так далее. Ну, я готовлю шашлыки, это моя стихия, я делаю. Да я могу приготовить любое блюдо, но моей жена не позволит, потому что она себя уважает, как женщина себя уважает. И можно тоже на всякий случай. Сандро, скажите, ну, что должен уметь делать каждый настоящий джигит? Ну, прежде всего, джигит должен быть настоящим мужчиной. А это что значит? Ну, как, он должен уважать женщин, прилично себя вести, во-первых, тоже. Ну, уважать других людей. Можете быть, как дедушка. Вот, отличный пример. Согласна, отличный пример. Дмитрий Георгиевич, ну, сказали в сюжете, да, посмотрели, что Сандро увлекается кино очень серьезно. Вы поддерживаете вот это увлечение? Почему нет? Да, поддерживаю, потому что как без кино? Я бы тоже с удовольствием был бы актером, артистом, ну, не получилось. Серьезно? То есть это у него опять-таки у вас желание такое? Наверное, у него свое тоже. Это внутри человека же сидит, понимаете, что-то. Так что это очень здорово, если он будет актером, отлично. Я, к моему большому сожалению, вынуждена сейчас с вами попрощаться. И напоследок, знаете, хочу вам чего пожелать? Во-первых, естественно, здоровья вам и всей вашей семье. А еще я слышала, что у грузинов самое лучшее пожелание – это сладкой жизни. Вот сладкой жизни вам. Да, спасибо. А вам тоже. Спасибо. Всего доброго.